здравствуйте уважаемые пчеловоды гости канала подписчики всем рада на нашем канале сегодня небольшое видео о рамках а конкретно о рамках лазутина взял я небольшой заказ порядка 100 рамок вот изготовляю для человека что собой представляет эта рамка вкратце то есть это стандартная рамка 435 на 145 и к ней стыкуется тоже стандартная додановская рамка 435 на 300 но без плечиков для чего это делается вкратце объясню то есть человек использую такие улик как украинские улей с узко-высокой кайрамкой у ли я кима в принципе он зависим от оборудования то есть оборудование для откачки таких рамок очень мало практически не нет вообще да и стоит она дорого если изготовлять в этих рамках предусмотрено то что им ее можно разобрать то есть после медосбора рамку достать и разобрать и откачать уже по отдельности то есть стандартной рамки в любую в любую подогонку все подходит вот такое вот такое вот скрепление между собой я сейчас соберу такую рамку может быть кому пригодится собираю я на степлер собирается сначала стандартная рамка на 145 собирать можно на что угодно но я сейчас собираю на пневмосты скобы я использую узкие с узкой спинкой на 40 миллиметров или на 35 миллиметров вот такие вот скобы очень удобно быстро рамка собирается буквально за минуту даже меньше так вот такая рамка готова вот такие рамки я делаю втулки чтобы проволока не прорезала не прослаблялся далее собираем рамку 435 на 300 но как я уже сказал плечик то есть плечиков быть не нужно я использую узкую верхнюю верхнюю планку принципе можно использовать стандартную без плечик только без плечик тоже собирается на пневмо степлер все быстро удобно вот такая рамка получилась нужно теперь нужно натянуть проволоку но она у меня уже есть натянуты проволоки чтобы не терять по времени ничего так вот такие рамки меня уже вот такие наклыл вот такие накручены пластины здесь и и она собирается в единое целое то есть рамка собирается и скрепляется саморезами естественно нужно засверливать потому что все нужно делать аккуратно чтобы не поколоть чтобы не поколоть как боковые ушки по кроме в 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 Продолжение следует... Вот такая рамка получается. Это, конечно, улья на любителя. На больших пасеках я бы с таким ульем не стал работать. Но на любительской пасеке почему бы и нет. Тем более, что теперь эта рамка вполне может использоваться и в медогонках. То есть разобрал, откачал, собрал. Никаких проблем. То есть если иметь 10 таких ульев, там 5-7, то, в принципе, я уважаю любой выбор, к какому улью пчеловод уже привык. То есть отказываться он от такого улья не хочет. Поэтому такие рамки. Вот такое видео небольшое. О рамках я напоминаю Лазутина. Кому интересно в интернете. Есть информация о них. Но кто-то, может, себе бы возьмет на вооружение, тот, кто использует узко-высокие рамки, почему бы их не поделить? Именно хотя бы медовые. То есть если под гнездо, в принципе, можно оставить рамку целиковую. Но именно под мед, для удобства откачки, я думаю, вариант неплохой. Для любительской пасеки вполне подходит. Всем всего доброго. И до свидания.